Привет, друзья! С вами канал MarosLife. Сегодня для вас приготовлен информационный выпуск. Изменились правила въезда в Чехию. Они теперь стали чуть-чуть упрощенные. Итак, друзья, со вторника, 15 февраля, жителям Чехии при возвращении домой из других стран больше не нужно ориентироваться на так называемый COVID-семафор. Теперь действуют новые упрощенные правила. Они одинаковы как для чешских граждан, так и для живущих в республике иностранцев. Сегодня более подробно попытаемся разобрать, что же отменили и что теперь действует. Так что смотрите, пожалуйста, внимательно. Итак, друзья, значит, первая часть. Часть А, она касается больше чешских граждан, граждан Евросоюза, а также иностранцев с долгосрочной визой, с долгосрочным пребыванием и ПМЖ. Значит, что здесь меняется? Если вы приезжаете из стран Евросоюза, ну, по примеру, поехали куда-то путешествовать, отдыхать и так дальше, катаемся по Европе, но это именно те страны, которые входят в Евросоюз, то по возврату нужно будет выполнить вам только привезной формуляр, как всегда, и нужно показать вам либо вакцинацию против COVID-19, или документ, подтверждающий то, что вы переболели COVID-19, или негативный ПЦР или антигенный тест. Второй вариант. Если вы приезжаете из стран вне Евросоюза, то здесь нужно выполнить приездовый формуляр, тоже нужна вакцинация или документ, подтверждающий, что вы переболели COVID-19, либо негативный ПЦР-тест, либо антиген, плюс дополнительно будет еще через 5-7 дней второй ПЦР-тест по приезду. И, как вы видите, здесь у нас в правом углу, то есть тест ПЦР максимум 72 часа, антиген максимум 24 часа. И для граждан Чехии и иностранцев с ПМЖ, ВНЖ, которые приезжают из стран вне Евросоюза, ПЦР-тест нужно сделать по приезду между 5 и 7 днем. Дети до 12 лет имеют исключение во всех генических правилах. То есть, другими словами, детям тесты никакие делать не нужно. Переходим к следующей части, это часть Б. Здесь у нас уже иностранцы с краткосрочными, либо долгосрочными визами в Евросоюзе, то есть, грубо говоря, рабочие карты, восходение семьи и краткосрочные рабочие визы. Также сюда относятся и иностранцы, которые заезжают по безвизу, и другие иностранцы. Значит, ребят, первая часть. Приезды из стран Евросоюза. То же самое. Здесь нужно выполнить формуляр обязательно, вакцинация, либо документ, который подтверждает, что вы переболели, либо негативный ПЦР или антигенный тест перед путешествием. Если вы приезжаете из стран, которые не входят в Евросоюз, то здесь нужно выполнить приездовый формуляр обязательно, опять же, вакцинация, либо документ, подтверждающий, что вы переболели ковидом, опять же, негативный ПЦР перед путешествием и плюс ПЦР по приезду. То есть, все одинаково, как и с частью А, но тут обязательно обратите внимание на пункт, где написано, То есть, что это означает? Означает это то, что сюда можно приехать только по рабочим документам. Просто приехать по безвизу, не вакцинированным, не переболевшим ковидом в Чехию нельзя. То есть, туризм пока закрыт. Если вы вакцинированы, если вы переболели, и если вы хотите приехать по туристической визе, то есть, путешествовать, то я вам рекомендую писать на определенный сайт. Ранее о нем я вам говорил. Также есть там телефон горячей линии, но обратите внимание, что информация предоставляется либо на чешском, либо на английском языке. Поэтому, если вы хотите поехать по безвизу в Чехию, то рекомендую писать именно туда, чтобы не было потом неприятных сюрпризов по приезду в Чехию. Ну что, друзья, вот такой вот коротенький выпуск у нас вышел по въезду в Чехию и обновленным правилам. Под видео оставляю ссылку на въездной формуляр, так что переходите, заполняйте. Отдельно мы снимали видео, как его правильно заполнять. Там, в принципе, ничего сложного нет. Не забудьте поддержать это видео своими лайками. Ну а мы уже увидимся с вами в следующих выпусках. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.